Мужи, братья, это тумач, без пяти восемь. Раз так уже получилось, братья и сестры, я поделюсь стихотворением, которое всегда было насущное, во все года, оно утешало меня, когда мне было сильно трудно там в Украине, оно меня назидало, как вот написано в Писании, назидайте самих себя, так написано, и я вспоминаю, что Господь меня утешал через этот стих, и пусть это стихотворение послужит и вам в утешении и в назидании. Сон бежал от меня полуночной порой, и мне так захотелось увидеть Христа, чтобы Он побеседовал час хоть со мной, и представилось мне, это было бы так. Звезды мягко льют свет задремавшей ночи, тишина разлилась над землею, только боль в моем сердце совсем не молчит, не дает мне и ночью покоя. Воспаленные недуги сильно болят, обращен взор мой к небу с мольбою, и как якорь надежды спасенья маяк, вдруг склонился Христос надо мною. Он приветливо смотрит мне прямо в глаза своим ласковым, любящим взглядом, словно многое-многое хочет сказать, но промолвил лишь только, так надо. А я жажду, хочу, чтоб сказал он еще, чтоб присел на кровать со мной рядом. Он стоит и молчит, и глядит горячо, и опять вдруг промолвил, так надо. Я и сам понимаю, раз Бог допустил, значит надо, и значит спасение. Но ведь знает Господь, что порою мне сил не хватает и мало терпения. Помоги же у Божьей в нелегкой борьбе претерпеть до последнего вздоха. Со слезами свой взор поднимаю к тебе. Помоги, мне бывает так плохо. Словно светом проник в мою душу Христос, прочитав мои мысли во взгляде, и на мой молчаливый и сердечный вопрос он опять вдруг промолвил, так надо. И не стало его. Я остался один со своей мучительной болью. Я готов вслед бежать, звать его Господи. Но постой хоть чуть-чуть в изголовье. Мне приятно с тобой, тише кажется боль, но побудь хоть чуть-чуть со мной рядом. Мне ответила ночь, тишиной немой. И тогда прошептал я, так надо. Чтоб не встретила жизни мой брат и сестра, не печалься, не плачь, не грусти. Грусти, значит доля от Бога такая твоя. Значит надо, так надо. Пойми, все ко благу для любящих. Помни и знай, так написано в Слове Господнем. Не грусти. Может завтра последуем в рай. Может быть, уже даже сегодня. И тогда ты поймешь, что страдания твои были лестницей в край благодатный. И от сердца прославишь ты Бога любви за свой пройденный путь испытаний. Повторяй же, так надо. И легче нести будет крест свой, дарованный Богом. И бодрее пойдешь ты по жизни пути за Христом к тем небесным чертогам. Аминь. Братья и сестры, в эту пятницу вечер, во время этого вечернего жертвоприношения, мы с вами в Доме Божьем. Это великое преимущество, это привилегия, это счастье наше. Америка сейчас расслабляется. Завтра выходной, и люди кто как проводят время. Знают, завтра утром не вставать на работу. И американцы вообще любят пятницу. Ждут пятницу, благословляют пятницу. Фрайдой это для них хороший день. Братья и сестры, но вечером в пятницу есть люди такие, которые, оставившие все дела, пришли поклониться Святому Богу. За прожитую неделю. Что мы остались живы. Что мы здоровы. Кто-то болеет, конечно. Поскольку, поскольку мы все чем-то болеем. Но мы приехали на своих машинах. Мы приехали сюда своим кодом, как бы, и все Господь дал. И холодильники наши полны. И Бог благословляет, и милует. И пока еще время благоденствия. Люди говорят, тут трудное время. Ну, я бы не сказал, что трудное. Оно какое-то непонятное, смутное такое время. А пока еще время благоденствия продлевается. Еще Бог не отнял благоденствие от этой страны, от этой земли. Что будет завтра, мы не знаем. Но пока еще за все слава Богу. Братья и сестры, я хочу прочитать место священного Писания, которое сказал когда-то Давид своему сыну. Когда Давид уже состарился, когда он уже передавал свое царство своему сыну Соломону. И вот, когда человек умирает, он что-то хочет самое главное оставить. Самое, ну, важное. И вот написана книга Паралипоминон, 28 глава, 9 стих. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца, и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца, и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Вот не побоялся сказать такое слово, Давид. Оставишь Господа навсегда оставит тебя. И вот я хочу, братья и сестры, чтобы мы представили эту картину. Стоит старый Давид и разговаривает со своим сыном. Тут вот много отцов сидят. Мы все когда-то разговаривали и разговариваем со своими сыновьями. Но Давид передавал ему царство. И говорит своему сыну вот эти слова. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего. Братья и сестры, Соломон прекрасно понимал, о чем говорит Давид. Как в стихотворении есть, слова Давида не звук пустой, весомый. За этими словами, это не были пустые слова, это не были просто слова. Вот сказал просто так. Нет. Давид говорит, и ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего. Знай Бога Отца твоего. Давид прожил жизнь свою прекрасна. Даже вот этот грех, который напоминал передо мной Кима с проповеди, он не упоминается, как ошибка Давида. Написано обо всем, поступал благоразумно, кроме поступка с Урией, хитиянином. Даже и это как-то не написано. Написано, что согрешил, да. Ну, все мы согрешаем. Но жизнь Давида, она настолько была приятна Богу, что Бог много раз говорил, что только ради Давида. Только ради Давида я тебя оставляю. И ради Давида я не наведу в твои дни. Только ради Давида, только ради Давида, и ради Давида Бог говорил. Вот только ради него. Плакал Давид всю жизнь. Умел плакать Давид. Умел каяться Давид. Пришел на фан к нему Преподнес ему эту картину И он говорит, согрешил я пред Господом Согрешил Все Умел грешить, умел каяться Умел каяться так, наверное, как Что это было приятно Господу Умел прощать врагов, Давид По Новому Завету Когда еще не было Нового Завета Он мог бы убить Саула Вот, все Спит Овеса говорит Сейчас я возьму копье Один раз удар и не повторю удара До сонного человека, что трудно убить копьем Не трожь Не трожь Кто, поднявши руку на помазание Господнего Останется ненаказанным Даже тогда, когда уже тот Его искал убить, Саул Саул уже бесновался Уже помазание от него отошло А Давид поступал по Новому Завету И когда пришло время Давид промахнулся в жизни С Урией Поступил неправильно Ему Бог оставил жизнь За то, что он когда-то сказал Приговор такой Он как говорил Саул Саулу кричал с горы Что говорит Как твоя жизнь драгоценна в моих глазах То пусть так моя жизнь Будет драгоценна в очах Господа И Господь это слышал и видел И помиловал Давида И вот, братья и сестры Если пересмотреть всю жизнь Давида Давид красиво прожил Давид примерно прожил Если читать эти псалты Ну там таких столько красивых выражений Песни Давида Псалмы Давида Ну они красивенные Они пропитаны любовью Господу И слезы были хлебом для меня Он говорил Я был как дитя отнято от груди матери Настолько он любил Господа И когда Давид говорил Со своим сыном Соломоном Он знал, что он говорил Он не лицемерил И не врал А сказал своему сыну И ты, сын Соломон Служи Богу Отца твоего А Соломон что не знал Кто его отец Да его отец перед ним стоял И он своим примером Послужил Соломону Говорит, вот как я Другими словами Так и ты Служи вот этому Богу Которому я служил И говорит Что если будешь искать Его Я еще раз прочитаю Ибо Господь испытывает все сердца И знает все движения мыслей Смотрите, как Бог знал Как Давид знал Господа Все сердца испытывает И знает движения всех мыслей И говорит Если будешь искать Его То найдешь Его Но если А если оставишь Его Он оставит тебя Навсегда Выслушал это Соломон И написано, что он Полюбил Господа Так как Давид Вот в начале Полюбил А что было потом? А потом было Вот я прочитаю Что было потом Это 11 глава Третья книга царств И полюбил царь Соломон Многих чудостранных женщин Кроме дочери фараоновой Моавитянок Аманитянок Идуманитянок Сиданянок Хеттиянок Из тех народов О которых Господь сказал Сынам Израилевым Не входите к ним И они пусть не входят к вам Чтобы они не склонили Сердце вашего К своим богам К ним прилепился Соломон Любовью И было у него Семьсот жен И триста наложниц И развратились Жены его Сердце его Во время старости Соломона Жены его Склонили сердце его К иным богам И сердце его Не было вполне Предано Господу Богу своему Как сердце Давида Отца его И стал Соломон Служить Я буду читать А вы Считайте И стал Соломон Служить Астарте Божеству Сидонскому И Милхому Мерзости Аманитской И делал Соломон Неугодное Продощами Господа И не вполне Последовал Господу Как Давид Отец его Тогда Тогда Построил Соломон Капище Хамосу Мерзости Маевитянской На горе Которая Пред Иерусалимом И Молоху Мерзости Аманитской Так Сделал Он Для всех Своих Чудостранных Жен Которые Якодили И Приносили Жертвы Своим Богам И Разгневался Господь На Соломона За то Что Уклонил Сердце Своё От Господа Бога Израилева Который Два раза Являлся Ему И Дальше Господь Говорит Одиннадцатый Стих И Сказал Господь Соломону За то Что Так у Тебя Делается И Ты Не Сохранил Завета Моего И Уставов Моих Которые Я Заповедовал Тебе Я Отторгну От Тебя Царство И Отдам Его Рабу Твоему Но В одни Твои Я Не Сделаю Сего Ради Давида Отца Твоего Из Руки Сына Твоего И Сторгну Его И Вот Братья Сёстры Дальше Так Написано Тоже Я Еще раз Прощаю Это 33 Стих Этой Самой Главы 11 Глава Это За то Что Они Оставили Меня И Стали Поклоняться Остарте Божеству Сидонскому И Хамосу Богу Мавистскому И Милхому Богу Амонитскому И Не пошли Путями Моими Чтобы Делать Угодно Прощами Моими И Соблюдать Уставы Мои И Заповеди Мои Подобно Давиду Давида Давиду Отцу Его Это Говорил Бог Через Ахилю Когда И Раваама Помазывал Цари Говорил Что Ты Будешь Царем Предвозвещал Что Будешь Царем И Вот Братья Сёстры Напрашивается Простой Вопрос А если Бы Соломон Состарился И Зовёт Раваама И Вставит Напротив Себя И Говорит И Ты Раваам Служи Богу Отца Твоего Что Раваам Сказал Я Думаю Раваам Сказал Б Папа Какому Богу Молоху Астарте Или Хамосу Или Милхому Какому Богу Служить Ну Какому Богу Давид Когда Говорил Он У него Был Один Бог Он Говорит Богу Отца Ты Его Служи А Когда Уже Соломон Состарился Уже Он Не Мог Так Сказать Раваам Потому Что Не Сохранил Завета И Развел У себя Богов Очень Много И Вот Братья Сестры Это Для нас Для всех Красивый Прообраз Особенно Для Отцов Я Я Знаю Почему Но Сегодня Даже Так Сказать Кому Нибудь Ну Даже Может Посмеются Что Да Что Там Говоришь За Телевизор Когда Телевизор В кармане У нас У всех Да Я Согласен Там По Телефону Еще Больше Покажут Чем По Телевизору Но Почему Это Во многих Во многих Домах Христиан Огромный Большой Телевизор Стоит И Очень Часто Все Время Включенный Это Идол Это Идол И Вот Не Только Это Братья Сестры И Я Проверяю Своё Сердце Думаю Я Сам Уже Потихоньку Старею И Уже Десять Раз Дедушка Уже Дедушка Уже Могу Ли Я Сказать Своему Сыну Когда Я Буду Отходить Господу И ты Сын Мой Служи Богу Отца Твоего Богу Отца Твоего Служи Не Не Упрекнет Ли Меня Мой Сын Как Мог Упрекнуть Раваам Я Не Говорю Что Раваам Упрекал Я Не Знаю Но Он Имел Право У него Были Основания Сказать Какому Богу Вот Какому Из Тех Что У тебя Есть То Не Упрекнуть Нас Отец Сыновья Наши А Какому Богу Папа Служи Какому Богу И Чтоб Мы Могли С Чистой Совестью Сказать Своим Сыновьям За Самого Себя Вот Моему Богу Служи Богу Отца Твоего Как Я Служил Богу Так И Ты Служи Могу Ли Я Своим Сыновьям Давид Мог И Давид Не Лицемерил Я Повторяю И Не Лукавил Он Мог Так Сказать Братья Сестры Бывает Оно Хоть Редкие Такие Случаи Но Бывали Такие Случаи Что Ну Как-то Мне с горечью Говорили Поехал Отец Куда-то С Америки Отсюда Уже И Такое Там Натворил В Европе Ну Там Где мы Жили В той Стране Что Сыновья Взрослые По телефону Говорят Ему У там И не Приезжай Оттуда Даже Ты Опозорил И Нас И Всю Семью И Сыновей Своих Позорил И Живу Вот Там И Не Приезжай Вообще Совсем Ну Он Приехал Правда Покаялся Слава Богу Вроде Выпрямился Ну Вот Так Бывало Бывает Вот Так Что Не Хватит Дерновения У Многих Отцов Сказать Своим Сыновьям Служи Богу Отца Твоего У Давида Дерновение Было Будет Дерновение У Меня Будет Дерновение У Нас Всех Муж и Братья Знаете Не Ошибается Тот Кто Ничего Не Делает Это Правильная Поговорка Для Меня В Служении Богу Был Мой Отец Примером Ну Были Такие Моменты Когда Я Так Не Поступил Потому Что Все Ошибаются Люди Я Думаю Сейчас Когда Я Вырос И У Свои Сыновья Есть Что Некотор Я Так Не Поступил Мой Я С примером В любви Господу В молитве И Вот Братья Сестры Я Хочу Еще Чуть Продолжить Немножко И Еще Одно Место Прочитать Знаете Когда Когда-то Жил Иаков Нажил Большой Наследие Наследие У него Были Сыновья Дочери Были И Потом Он Переселился И Пришел И Написано Что Поселился В город И Купил Часть Поля Это Написано Бытие 19 Глава 33 Стих И Купил Часть Поля На Котором Раскинул Шатер Свой У Сынов Емора Отца Сихемова За Сто Монет И Поставил Там Жертвенник И Призвал Имя Господа Бога Израилева Там Жил Прошло Время Там Постигла Его Беда Большая Дочерью Поступили Плохо А Сыновья Еще Хуже Сделали Перебили Всех Людей Он Сидел Не Знал Что Делать Говорит Что Вы Сделали Что Вы Сделали И Вот После Того Всего Заговорил К Нему Бог И Вот Написано 35 Глава Бытие Бог Сказал Иаков Встань Пойди Вефиль И Живи Там И Устрой Там Жертвенник Богу Явившемуся Тебе Когда Ты Бежал От Леса Исава Брата Твоего Было Время Он Дал Богу Обед Лежал Камень Под Головье Положил И Ему Проснился Сон Бог Ему Показал Во сне Ангелов Лестницу И Он Как страшно Это место Это Дом Господин А я Это Врата Небесная Я И не Знал И Назвал То место Вефиль И Дал Обед Что Если Господи Ты Сохранишь И Возвратишь В мире Я Вот Тут Жертвенник Поставлю Я Десятую Часть От Всего Дам Тебе Бог Обед Он Туда Дал Но Прошли Годы Он Жил В другой Стране В другой Среди Других Людей И Вот Когда Бог К нему Заговорил Говорит Вот Вернись Вот Туда Где Ты Не Обещал Вот Там Иди Туда И Там Жертвенник Встань Пойди Вефиль И Живи Там И Устрой Там Жертвенник Богу Явившемуся Тебе Когда Ты Бежал От Леса Исава Брата Твоего Братья Сестры Вспомнил И Иаком И Надо Ити Выполнять То Что Он Обещал И тем более Бог ему Напомнил Иди И вот Прежде чем Туда Ити Он Сказал И сказал Иаков Дому Своему И всем Бывшим С ним Бросьте Богов Чужих Находящихся У вас И Очиститесь И Перемените Одежды Ваши Встанем Пойдем Вефильм Там Устро Я жертвенник Богу Который Услышал Меня В день Бедствия Моего И Был Со Мною В Пути Которым Я Ходил И Отдали Иаков Всех Богов Чужих Бывших В руках Их И Серьги Бывшие В ушах Их И Закопал И Иаков Под Дубом Который Близ Сихема И Отправились Братья Серьги Братья Написано Здесь Писание Ну Могли Бы Дети Сказать Иакову А что Ты Сейчас Это Нам Говоришь Он Говорит Что Он Сказал Перемените Одежды Одежды Снимите Перемените Одежды И Богов Всех Соберите Даже Не написано Он За Серги Ничего Не Говорил А Написано Они Серги Сняли И Вот Написано Что Очиститесь Бросьте Богов И Перемените Одежды Ваши Если Мы Мы С вами В тот День И Час Стояли И Смотрели На Детей Иакова Вот Когда Иаков С ними Разговаривал Они Наверное Были Одеты По Обычаю Тех Народал Вот Чего Он Сказал Перемените Одежды Свои Он Понимал Иаков Что Идет К тому Богу Который Явился И Который Сохранил Благословил И Которому Он Дал Обед И Он Понимал Что Прид тем Богом Ну Просто Так Нельзя Придти Собрал Всех Своих Детей И Говорит Все Перемените Одежды Все И Богов Всех Соберите И Дети Все Это Поснимали Поснимали Ему Дали Если Мы Стояли Там Рядом И Смотрели Наверное Мы Увидели Как Преобразились Дети Его Когда Иаков С них Потребовал Но Вправе Дети Спросить Иакова А Чего Ты Только Сейчас Нам Это Сказал А Чего Ты Там Не Говорил Когда Мы Жили Ты Что Не Видел Что Мы На Себя Цепляли И Ты Молчал А Теперь Ты Говоришь Это Был Справедливый Упрек Или Несправедливый Братья Сестры Справедливый Они Имели Право Придавить Претензию Своему Отцу Сейчас Ты Говоришь Снимите Это Все С себя И Закопали Там Все Бросили Чтобы Не Было И Одежды Перемените А Когда Мы Эти Одежды На Себя Там Тянули А Че Ты Молчал Папа Ну Так По Человечески Спросить Не Написано Что Они Ему Говорили Братья Сестры Не Ошибается То Что Ничего Не Делает Но Когда Заговорил Бог Яков Я думаю Дрогнуло Сердце Якова Посмотрел На Своих Сыновей На Своих Дочерей И Видит Что Не Так И Видит Что Я Попустил Посмотрел И Видит Что Не Так Это Не Так Ну Благо Что Они Послушали Его Они Не Послушать Своя Или И Не Слушали Напишут Они Слушали Отца Своего А Эти Послушали Они Наследовали Благословение Сняли Все Себя Переменили Свои Одежды Закопали И Пошли К К Богу Святому Который Позвал Через Отца Их И Потому Братья Сестры Смотря На Все Такие Примеры Святые Например Отцов Который Хоть Я Прочитал Здесь За Давида Знаете Можно Многое Вспоминать Жизни Своей Когда-то Я Был В Одном Доме Мы Приехали Туда И Нас Хорошо Очень Приняли Мы Покушали И Потом Уже Когда Было Время Ложиться Спать Вдруг Хозяин Дома Предложил Мне Говорит Слушай У меня Есть Это Еще Может Лет 15 Назад Было Приблизительно Говорит И он Предложил Слушай Серега У меня Есть Хороший Фильм Он Поэтрическим Событиям Давай Посмотрим Ты Хочешь Мне Так Неудобно Как-то Сказать Со Своими Дравоучениями Он Меня Накормил И Напоил И постель Приготовил В доме Так Хорошо Встретил Ну Я Так Говорю Слушай Это Я Такой Впечатлительный Человек А Потом В голове У меня Три Дня Стоять Будет Говорю И Потом Плохо Себя Чувствовать Буду Давай Грун Сейчас Поем Псалом Ну Давай Сели Там Было Пиано И Мы Запели Псалом Земля Бесплодная Таежные Просторы Мы Спели Псалом А Потом Стали Помолиться На ночь Ну Как Мы Все Молимся На ночь Всегда Мы Помолились На ночь Стихли Я Дал Возможность Хозяину Дома Закончить И Тогда Когда Он Начал Заканчивать На нас Сверху Обручилась Благодать Мы Исполнились Духом Святым И Сильно Долго Молились И Плакали Это Было Так Неожиданно И Мне Было Так Приятно Нутро Себя Что Господь Вступился И Показал Свою Славу И Потому Братья Сестры Если бы Было Не так А если Я просто Кивнул Хорошо Там Детей Положили Спать Мы Включили Поставили Чай Сделали Бутерброды Ну Сидели Обсуждали Смотрели Очень Хорошо Провели Бы Время По Плоти Братья Сестры Ну Да Не Будет Этого Так С Нами Потому Что Время Сложное Время Коварное И Время Опасное Время И Сатана Настолько Всего Продумал Много Интересного И Всего Заманчивого Чтобы Как Написано Прелестить Даже Избранных И Потому Смотря На Эти Примеры Соломона На Примеры Давида На Примеры Иакова То Да Поможет Нам Бог Правильно Жить Правильно Поступать Правильно Говорить Правильно Действовать Жизни Нашей Чтобы Потом Нам Когда Мы Говорили С детьми Нашими Служи Богу Отца Твоего Не тому И не тому И не тому Богу А Богу Отца Твоего Ты знаешь Как я служил Знаю Вот так и служи Да Поможет Бог Нам Всем И да Помилует Бог На всех Давайте Помолимся Об этом Нашему Богу Аминь Аллилуйя Бог Святой Аллилуйя Бог Бог Скреби Им Бог Вам Бог Продолжение следует...